Я думаю, что психологически, с точки зрения психологии, трудно вернуться в строй после нокаута. Но, возможно, еще тяжелее вернуться после боя, в котором над тобой доминировали и ломали тебя все пять раундов. Ты отчетливо понимаешь, что ничего не в состоянии поделать. И именно такой стиль у Хабиба. Я считаю его самым устрашающим парнем. Пришло время поговорить о главном представителе смешанных единоборств из Дагестана. О первооткрывателе и популяризаторе борьбы на мировой арене. Об одном из самых известных бойцов нашего времени и настоящем ночном кошмаре всех легковесов сильнейшей лиги мира. Присаживайтесь поудобнее, друзья. Ведь впереди вас ожидает сам Хабиб Нурмагомедов и его полная история. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, а также ставьте лайки и оставляйте комментарии с четырех слов. Ну а мы начинаем. Детство и ранние годы Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов родился в аварской семье 20 сентября 1988 года в селе Сельди Цумадинского района Дагестанской АССР в составе РСФСР Советского Союза. Судьба всех мужчин в семье Нурмагомедовых испокон веков была плотно переплетена со спортом. Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, был чемпионом Украины по дзюдо и самбо, чемпионом Европы, мастером спорта Украины и одним из лучших тренеров в мире из области ММА и вышеперечисленных дисциплин. Его дядя по отцовской линии Нурмагомед Нурмагомедов чемпионом мира по спортивному самбо, а дядя по материнской линии титулованным мастером спорта по вольной борьбе. Как это обычно бывает со многими детьми в Дагестане, мальчик начал постигать борцовские азы с раннего возраста. Практически с пеленок Нурмагомедов-младший познакомился с дисциплиной, упорным трудом и спортивным духом состязания. Детские воспоминания об отцов у меня остались такие. И был всегда режим, были определенные правила, всегда совмешалась учеба с тренировками. Это было всегда каждый день, нужно было и тренироваться, и учиться. Конечно, несмотря на дисциплину в учебном заведении и в стенах тренировочного зала, Хабиб нередко сталкивался с ситуациями, когда было необходимо постоять за себя или заступиться за своих близких. Однажды мой двоюродный брат подрался на улице, и потом я тоже пошел. Я сказал ему, теперь ты будешь драться со мной? Мне было в районе где-то 14 или 15 лет, и мы с ним подрались. Я побил его, и этот парень сказал, что теперь он приведет своего брата. О, и он типа позвал брата? Да, только он подумал, что я устал. Выдохся. Да, мы дрались примерно минут пять, и он решил, что я уже устал. Я задушил его, и его брат сказал, эй, теперь ты будешь драться со мной. А он был там вместе с вами, или тот парень сходил за ним? Да, он был там, и в итоге я тоже задушил его. Помимо активных занятий со сверстниками, дагестанский мальчик в те времена практиковал борьбу не только с людьми, но и с настоящими медведями. В сети имеется популярная видеозапись, на которой Нурмагомедов-младший постигает азы борьбы в возрасте 9 лет, соревнуясь со специально обученным медведем. Это борцовские медведи. Все происходило в зоопарке. И это был цирковой медведь, который умеет бороться. Те ребята учили его бороться. Он перевел меня где-то раза два. Но я тоже переводил его. Это был близкий матч, но я думаю, что выиграл раздельным решением судей. В 2001 году вся семья Нурмагомедовых переехала в Махачкалу, столицу Дагестана. На новом месте мальчик только усерднее взялся за тренировки и обратил свой взор и на другие спортивные дисциплины. Помимо борьбы, Хабиба привлекли также и иные направления. Бокс, дзюдо и, само собой, смешанный стиль в виде боевого самбо. С 12 до 15 лет я занимался вольной борьбой в Шевесене у Сабидахмеда Зухужаевича. Потом я перешел на дзюдо, занимался в этом зале у Джафара, у Джафара заслуженный москорто под дзюдо. Заслуженный тренер России, то есть под дзюдо. И после этого перешел к отцу, начал заниматься боевым самбо. И параллельно выступать по осмешанным единоборствам. Любительская карьера и план отца. Почему он должен быть после 12 где-то? Кто-то скажет лично, какая жизнь, ты принадлежишь кому? Или ты отдаешься в спорт, или давай тогда уже, как люди, он работает человеком. Каждый должен быть работать. Изначально Абдулманаб Нурмагомедов делал акцент на тренировках старшего сына. Магомед к 16 годам входил в сборную Дагестана по вольной борьбе и подавал очень большие надежды. 14-летний Хабиб всеми силами стремился не отставать от брата. Добившись разрешения от отца на стабильное участие в сборах со взрослыми, парень тем самым вскоре вывел свои перспективы и навыки на новый уровень. Уже к 16 годам Хабиб начал показывать серьезные результаты, закрепившись в тройке лучших боевых самбистов в России. Наряду с этим Нурмагомедов-старший намеренно выставлял сына на различные соревнования по борьбе, где парень, что неудивительно, регулярно проигрывал. Так юный Хабиб вырабатывал отвращение к поражениям и развивал стремление к самосовершенствованию. Сейчас бывший чемпион так вспоминает те времена в интервью местному новостному порталу. Хабиб, папа, ты все тогда делал правильно. Теперь я терпеть не могу проигрывать. Наелся в детстве. Поэтому все время побеждаю. Поблажек со стороны отца Хабиб Нурмагомедов никогда не знал. Бывало и такое, что когда парень выходил в финал различных соревнований, где встречался с кем-то из других учеников Нурмагомедова-старшего, Абдулманап выбирал оставаться в стороне и следил за схваткой с трибуны. Один из известных политических деятелей Республики Дагестан и по совместительству автор книги «Хабиб Тайм» Заур Курбанов приводит следующие строчки. «Заур, однажды я задал ему вопрос, «Абдулманап, для вас Хабиб больше сын или больше спортсмен?» Он призадумался, поднял глаза и говорит мне, «Знаешь, если бы я смотрел на него как на сына, он не то чтобы пять минут держать соперника в партере, он бы и пятнадцать секунд не умел это делать». Я вынужден был глушить в себе отцовство в зале, чтобы из него получился хороший спортсмен. Я видел в нем желание, и я не мог предать его, даже ради отцовской любви. Я должен гонять его столько, если не больше, чем всех остальных. Также не могло быть и речи о сомнениях насчет предлагаемых методов работы или даже собственного мнения в стенах тренировочного зала Абдулманапа Нурмагомедова. Кому-то, может быть, и моя методика не подходит. Я по стилю сам диктатор. Я не понимаю, когда 15-16 лет возражают 55 лет ему, заслуженным тренером, а может, это лучше. Вы можете представить такое? Я говорю, покажите ему дверь на выход. Сюда приходят люди за советом, как сделать. Если я дал вам совет и указал на какие-то ошибки, исправил и сказал, тебе нужно вот так, он должен этого делать. А когда он вырастет, то через 15 мы с ним сядем над его предложением, которое он мне предлагал. Подумаем. Если, конечно, мы живы будем. А так, придя в зал, юноша, сборник даже страны не имеет права говорить и возражать мне. С одной стороны, столь жесткие рамки всегда держали молодого парня под контролем и практически никогда не давали ему личной свободы. Но с другой, методика, основанная на дисциплине, привела Нурмагомедова-младшего к громким достижениям. За годы любительской карьеры Хабиб стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону и чемпионом мира по грэплингу. Но всего этого могло и не быть. В 19 лет Хабиб хотел променять спортивную карьеру на работу в охранном агентстве. Однако отец отговорил его. Абдул-Манаб. Если ты где-то работаешь, то ты уже не спортсмен. Значит, у тебя другая работа. Если ты спортсмен, ты должен жить этим. Должен рано вставать и идти тренироваться, приходить домой, кушать и спать. Все, что тебе нужно, буду давать я. Тебе нужны деньги только на воду и на проезд. Покушать у нас и дома есть. В далеком 2008 году, всего за неделю до 20-летия, Хабиб Нурмагомедов совершил профессиональный дебют в смешанных единоборствах. Его первым соперником на новом поприще стал уроженец Азербайджана Вусал Байрамов. Их схватка состоялась в локальной организации под названием CSFU Чемпионская лига. Поначалу бой проходил в стойке. Дагестанец решил дать оппоненту возможность поработать на ногах и с тейкдауном первое время не спешил. Байрамов был очень зажат и не решался сразу нападать, ограничившись только редкими лоу-киками. Вскоре юный орел понял это и решил перевести встречу на нижний этаж. Боец из Азербайджана всеми силами пытался противостоять навыкам соперника, но сделать ничего не мог. Нурмагомедов уверенно занял маунт и принялся использовать граунд-эн-паунд. Затем Хабиб переключил свое внимание на возможность выйти на сабмишн. Он не стал медлить с этим решением и через некоторое время накинул треугольник. Долго ждать окончания не пришлось. Очень скоро Вусал Байрамов наглухо отключился и тем самым стал первой жертвой идеального послужного списка Хабиба Нурмагомедова. Уже менее чем через месяц начинающий боец выиграл первый и последний в своей карьере турнир-восьмерку, Кубок России по Панкратиону, победив троих разных соперников за один вечер. Первым стал Магомед Магомедов. Первый раунд начался с активного давления от Хабиба, грамотного варьирования между этажами и тотального контроля хода поединка. Вторая пятиминутка стартовала в еще большем темпе. Ее даже несколько раз приходилось приостанавливать ввиду того, что парни не стеснялись иногда рубиться, вследствие чего Магомедову требовалась медицинская помощь. Стоп! Сейчас справа сдаем. Состоится ли окончание второго раунда первого поединка? Стоп! Смотри, вот я! Друзья, между поединками для вас приготовлено специальное шоу. Минуту до конца. В конечном итоге единогласным решением сутей Хабиб Нурмагомедов забрал победу и занял свое место в турнирной таблице. Его следующей жертвой в тот же день стал боец по имени Рамазан Курбанисмаилов. В этом поединке будущий дагестанский чемпион продолжил демонстрировать выдающийся уровень навыков и свои главные атрибуты. Особенное впечатление «Юный Орел» произвел за счет постоянного прессинга как в борьбе, так и в стойке. За два целых раунда по пять минут Нурмагомедов проконтролировал своего соперника в каждом аспекте и уверенно продвинулся вперед по турнирной сетке. В самом финале некоторое время спустя дагестанец вышел на Шамиля Абдулкеримова. Третий поединок выдался намного более конкурентным, чем два прошлых для Нурмагомедова. Но даже несмотря на достойную оппозицию, все равно отработанные навыки Хабиба в борьбе оказались лучше предложенных возможностей Абдулкеримова. Дагестанский «Орел» смог переработать стойкого бойца и стать первым победителем турнира Атриум Кап. Следующее появление начинающего бойца в «Октагоне» состоялось 8 августа 2009 года. Тогда в новом промоушене под названием «Цумада Файтинг Чемпионшип» «Орел» противостоял Эльдару Эльдарову. Видеозаписи данного боя в сети, к сожалению, нет. Однако известно, что Нурмагомедов одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде. В тот же день юный Хабиб подрался с еще одним спортсменом — Саидом Ахмедом. Схватка началась весьма ожидаемо с попытки прохода в ноги от «Орла». Его соперник сразу же попытался взять более молодого визави на гильотину. Какое-то время Нурмагомедов смиренно терпел и ждал своего часа. Когда пришло время действовать, он как будто автоматически занял полный маунт и обрушил на Саида Ахмеда беспощадное добивание. В итоге спортсмен не смог ничего противопоставить подобному натиску и проиграл точно так же техническим нокаутом в первом отрезке. Через три месяца молодой дагестанец совершил дебют в довольно известной бойцовской лиге под названием М1. Он разделил четырехугольник с будущим претендентом на титул «Беллатора» Шахбулатом Шамхалаевым. К слову, интересное примечание. В то время «Орел» выступал в полусредней весовой категории, а полноценный переход в 70 кг он совершил только с приходом в главную организацию. Поначалу Нурмагомедов занял выжидательную позицию. Он принялся работать вторым номером, чтобы в нужный момент вовремя включиться и начать работать по заготовленному геймплану. После некоторого проведенного времени в клинче из угла схватка перешла на канвас. Уже на своем поле «Орел» почувствовал себя намного увереннее. Несколько минут он держал Шамхалаева в напряжении, постоянно угрожая попытками сабмишинов. Судя по тому, насколько боец потерялся в партере с Хабибом, его капитуляция была лишь вопросом времени. Вскоре так и произошло. Юный талант ближе к концу первого раунда забрал руку оппонента и посредством рычага локтя буквально вырвал седьмую профессиональную победу. Молодец, это великолепно. Здорово, здорово. Всё. Ну, в общем-то, такой достаточно прогнозируемый результат. После этого Хабиб Нурмагомедов встретился с Али Баговым на GFP Golden Feast Russia от 10 июня 2010 года. На этот поединок бойцам было отведено всего два пятиминутных отрезка, и время работы в партере было ограничено. Но даже такие рамки не смогли удержать Нурмагомедова от всецелого контроля и полной диктовки хода встречи. Он превзошёл Али Багова в каждом направлении, показал разницу в навыках и успешно продлил победную серию до восьми к ряду. 18 сентября начинающий дагестанец с впечатляющим стриком совершил возвращение в стены М1. Его последующим соперником стал уроженец Беларуси Виталий Островский. Бой состоялся на турнире Selection Ukraine 2010 «Война титанов». Уже через полминуты от начала поединка Нурмагомедов прошёл Островскому в ноги. Последний, в свою очередь, решил не упускать возможности и схватил шею дагестанца в попытке провести гильотину. Хабиб, как обычно, потерпел некоторое время и вскоре вышел на доминирующую позицию. На этот раз Орёл захотел найти победу из бэк-маунта. Человек невымушен и себя почувает Хабиб Нурмагомедов. Вытягиваю ручку на болевые и… Когда он понял, что ответный сабмишн в виде армбара не сработает, решение пришло к нему само. Он просто забил соперника, используя удержание «Круцификс». И после отказа бойца из Беларуси он одержал девятую победу к ряду. Уже в начале февраля 2011 года Хабиб Нурмагомедов разделил ринг с украинским бойцом Александром Агафоновым. Данная встреча состоялась на ивенте «Selection Ukraine 2010» в финал. Первый же тейкдаун от дагестанца Агафонов попытался остановить с Пролом. Нурмагомедов эти правила не принял и всё равно затащил украинца в партер. Некоторое время он успешно контролировал соперника на своём поле, и только за минуту до конца отрезка рефери поднял их в стойку. Агафонов не решился что-то предпринимать, поэтому в самом конце раунда он пропустил ещё один проход в ноги. Следующая пятиминутка началась из активной борьбы в клинче. Через минуту дагестанский боец провалил оппонента через канаты, и рефери снова пришлось вмешаться. Повторный клинч вскоре закончился тем же, только на противоположной стороне четырёхугольника. Когда спортсмены в третий раз сблизились, и Нурмагомедов попытался зажать Агафонова в углу, тот ещё раз вывалился через канат. Уроженец Украины попытался сам пройти в ноги, но быстро пожалел об этом и в очередной раз пересёк пределы ринга. На этот раз рефери возобновил встречу уже с нижнего этажа в самом центре. Окончание раунда так и прошло под тотальным удержанием и избиением от Хабиба. На третий раунд Александр Агафонов уже не вышел. Так Хабиб Нурмагомедов одержал юбилейную десятую победу в профессиональной карьере. Начиная с апреля 2011 года дагестанский зверь начал выступать в лиге Pro FC. Он подписал новый контракт на более чем пять поединков. И его первое появление под новые гиды состоялось на турнире Union Nation Cup 14. Следующим соперником набирающего обороты проспекта стал Саид Халилов. В этом поединке Нурмагомедов снова взялся за работу вторым номером. Перед тем, как началось основное действие, он выбросил пару лоу-киков и оценил реакцию прессингующего соперника. Первый тейкдаун Халилов успешно остановил и продолжил идти вперед. Юный Хабиб не отчаялся и терпеливо выждал некоторое время. Уже в середине отрезка «Орел» смог пройти в ноги Саиду и удержать того на земле. Сперва Нурмагомедов немного приподнял соперника и резко уронил его на канвас, а затем мгновенно перешел к агрессивному добиванию. После этого Халилов смог на удивление подняться, однако не особо надолго. Далее дагестанский боец решительно переключился на левую руку своего оппонента и вскоре вырвал яркую победу Кимурой в первом раунде. Уже менее чем через месяц Хабиб Нурмагомедов вышел драться с очередным соперником. Следующим для него стал Ашот Шегиня. Их встреча прошла на том же Pro FC, только в этот раз Union Nation Cup 15. На этот раз дагестанский зверь показал миру свою ударную технику. Даже для тех лет он довольно неплохо смотрелся со стороны и смог запугать оппонента и вынудить его броситься в ноги от обилия нанесенных ударов. Хабиб успешно заблокировал все попытки тейкдаунов и вернулся обратно. Ашот всеми силами пытался избежать урона, однако каждое его движение только усугубляло ситуацию. Вскоре Нурмагомедов в очередной раз поймал челюсть оппонента левой на подскоке и отправил его прямиком в угол. Оттуда ему понадобился всего один удар, чтобы победить чистым нокаутом в двенадцатом профессиональном поединке. Два месяца спустя непобедимый проспект выступил на ProFC Union Nation Cup Finals. Он разделил четырехугольник с уроженцем Ростова-на-Дону Каджиком Абаджаном, который шел на рекорде в одну победу при одном поражении. С первых же секунд «Орел» занял центр ринга. Когда он попробовал атаковать, то сразу наткнулся на контратаку от соперника. После этого дагестанец решил не рисковать и приступил к проходу в ноги. Некоторое время бойцы провели в партере под контролем Нурмагомедова. После того, когда рефери поднял спортсменов, прошло всего пару секунд, и после следующей же попытки тейкдауна наблюдателю снова пришлось вмешаться. На третий раз Хабибу удалось повторить ранний успех и удержать Абаджана на нижнем этаже. В конечном итоге последний не смог выбраться из глубоких вод. Сперва его рука ощутимо пострадала от плотного закрытого армбара, а затем не менее крепко накинутый треугольник таки заставил россиянина постучать. Это принесло Хабибу Нурмагомедову очередную досрочную победу. Пятого августа неостановимый дагестанец встретился с еще одним бойцом из Азербайджана — Хамизом Мамедовым. Данная схватка проходила на турнире Pro FC «Битва на Дону». С самого же начала азербайджанский боец прижал Хабиба к углу и атаковал его несколькими звучными ударами. Нурмагомедов решил не оставаться в стороне и ответил четким левым боковым. Затем в ход пошло несколько лоу-киков. Мамедов еще парочку раз попытался поймать молодого оппонента, но вскоре понял, что это не так-то просто, и пошел бороться в клинч. Орел с радостью принял предложение и через какое-то время повалил Мамедова вниз. Неподалеку от них находился Абдулманаб Нурмагомедов, который быстро среагировал и начал давать сыну рабочие подсказки. Азербайджанец услышал это и резко взорвался — он смог подняться на ноги и оттащить Хабиба поближе к центру ринга. Но и эта затея плодов ему не принесла. Нурмагомедов уронил его амплитудным броском и занял позицию сверху. Далее Хабиб перешел к поиску досрочной победы, и через несколько мгновений он нашел ее. В некотором роде он повторил то же самое, что и с прошлым оппонентом. Сперва накинул рычаг локся, а затем плавно перешел к удушающему треугольникам. Из этой позиции для Мамедова уже не было спасения. Он постучал и тем самым подарил Хабибу Нурмагомедову 14-ю победу к ряду в профессиональной карьере. Через 40 дней дагестанский финишор вышел на поединок с украинцем Вадимом Сандулистским. Это был уже пятый бой Орла в ProFC, а турнир намечался под названием GM Fight Ukraine Cup 3. Первый же тейкдаун Вадим пропустил. Нурмагомедов, видимо, решил времени зря не терять и начал искать победу всеми доступными способами. После некоторой возни на нижнем этаже и смен пары позиций дагестанский талант нашел способ. Он пошел по старинке и вышел на третий подряд треугольник. Боец из Украины капитулировал практически мгновенно. 15-0 и юный орел двигается дальше. Месяц спустя Нурмагомедов выступил в ProFC в последний раз. Он разделил канвас с бразильским ветераном Ари Марселем Сантосом в рамках турнира «Битва на Кавказе». К слову, на тот момент на счету последнего уже было 48 поединков, в 28 из которых он одержал вверх. Бойцы высказали друг другу уважение, и схватка началась. Бразилец активно ренулся вперед и принялся отбивать ведущую ногу дагестанского бойца. Далее он вознамерился перевести Нурмагомедова, пройдя в две ноги. Только попытка особо не удалась. Рефери приостановил бойцов и вдобавок отнял один балл у Хабиба за хватание каната. Когда поединок возобновился, Орел поспешил догнать утерянное время и отправил Сантоса в нокдаун левым на подъеме. После этого он какое-то время избивал его в партере, где и закончил начатое дело после ярчайшего граунд-энд-паунда. Итого 16 к нулю, и новая дагестанская звезда в очередной раз обращает на себя внимание. Шабиб! Ормагомедов! Дебют в UFC Всем салам! Появилась идея снимать блоги. Сейчас 7 часов утра, едем в горы по Китау, где будем бегать по подъему 3 км. Потом в зал, работа над ударной техникой. Вот так и готовимся к UFC. Как показала история, 2011 год в карьере Нурмагомедова выдался самым активным за всю профессиональную карьеру. Он одержал целых 7 побед, но нужно было двигаться дальше. Общий рекорд в 16 к ряду без поражений вывел Орла прямиком на представителей сильнейшей лиги. Уже в середине ноября Хабиб подписал контракт с UFC, тем самым став первым выходцем из Дагестана, который пробился в главный промоушен и стал ждать своего часа для дебютного поединка. Сейчас мы ждем визу. Сказали, где-то число 25-30. Ну, до Нового года будет виза. И как только будет готово, уже... Первым соперником дагестанского зверя в высшей лиге стал выходец из Ирана Камал Шаларус. Парни разделили октагон 20 января 2012 года. Невероятно. Этот пацан впечатляющий. Правда? У меня нет слов. В преддверии дебютного поединка на церемонию взвешивания Хабиб Нурмагомедов вышел в своей фирменной папахе и, сам того не ожидая, задал целый тренд. Но не будем забегать вперед. Футболки подарили. Приехать не успел. Айпод мне подарили, жесть. Сука вещей подарили, жесть. Дайте выиграть хоть, да? На девятнадцатом этаже. А ну, здесь посмотрим, что там у нас. Что за вид, да? А, вот где будет здесь бои у нас. Бриджстон-арена. О, прямо. Двадцатитысячных. Что, будем покорять? И натуре вид, да? Красивый вид. Что, пацаны, тренируйтесь здесь? В дебютном поединке Нурмагомедов выступил наилучшим образом. С самого начала он навязал опытному сопернику свою волю и удивил каждого из присутствующих уровнем навыков. Уже на второй минуте третьего раунда молодой орел нашел финиш удушающим приемом и успешно ворвался в ряды UFC. Хабиб, ну что, как себя чувствуешь? Какие ощущения? Ничего, вот отлично. Вчера понравилось. Чуть-чуть рука болит левая. Походу попадал. Так нормально, альхамдуллах. Едем сейчас. Не только у нас на Кавказе там умеют встречать гостей. Здесь тоже нас сейчас встретили сейчас. Сэма друг, хороший, близкий. Он сейчас на своем личном самолете нас в Нью-Джерси подбросит. Как в сказке, короче. После первого удачного опыта и успешного перехода на новый уровень молодой орел пришел в зал, находящийся в Сан-Хосе под названием «Ака», из которого вышло много мировых чемпионов и топовых представителей смешанного стиля. Именно с 2012 года Хабиб стал тренироваться в новом месте при содействии Хавьера Мендеса. Вот так Дэниел Корме вспоминает свою первую встречу с Орлом. Я помню, как он впервые появился в АКА и ходил со своим телефоном. Кое-как разговаривал по-английски. Он постоянно включал запись, где во время дебюта в UFC Брюс Баффер представляет его дагестанским орлом. Не просто орлом, а именно дагестанским орлом. И мы слушали эту запись каждый день в зале. И он сказал мне, «Диссель, однажды я стану непобедимым и неоспоримым мировым чемпионом. И заработаю много денег». Все мы отвечали ему, что он сошел с ума. Но он сделал все это. Следующее появление Нурмагомедова в «Октагоне» состоялось 7 июля на UFC 148, в главном событии которого повторно дрались Андерсон Сильва и Чейл Сонен. Его соперником стал мощный бразильский легковес Глейсон Тибао. Этот поединок до сих пор временами горячо обсуждается, ведь в ту самую ночь бразилийц составил, возможно, самую конкурентную оппозицию для восходящего бойца. Только нерушимая воля к победе, отважное сердце и стойкий характер помогли Нурмагомедову одержать победу единогласным решением судей. Я каждый день после каждой молитвы просил Всевышний, чтобы не дал эту победу. Когда она ко мне пришла, я чуть-чуть не сдержался. Я предполагал, что я выиграл, потому что в UFC оценивается постоянный прессинг. И за то, что я его все время прижимал к сетке и шел на него, и показывал, что я хочу драться, а он шел назад и как-то не шел в обмен. Из-за этого бой тоже получился очень скучным. И он очень физически мощный. И хочу его тоже поблагодарить, поздравить, потому что для него тоже, хоть и поражение, это большой опыт. Третий бой набирающего обороты дагестанца произошел 19 января 2013 года. В основном карте UFC on FX7 Хабиб Нурмагомедов встретился с другим бразильским атлетом Тиаго Таваресом. Во время взвешивания «Орел» привлек к себе внимание, выйдя в знаменитые футболки, надпись на которой гласила «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу». Тебе поставили, говорит, еще «Сохранник освоиху», потому что ты, говорит, вчера на взвешивании, с футболкой перестарался. Мы с другом, с Эльдаром долго думали, по-любому там, кроме боя, также должно присутствовать элементы шоу. Очень долго думали, что сделать на взвешивании, как одеться. Мы вообще не думали про такую надпись. Эльдар увидел, у пацана было написано, если, по-моему, дзюдо было бы легким, его назвали бы футболом. И он мне звонит, я, говорит, увидел, у пацана такую футболку, давай, говорит, напишем так. Если самбо было бы легким, его назвали бы джиу-джитсу. И я говорю, мне же там выходить, ты что, на Россию, что ли? Бананами закидает еще, говорю, а у них там они бесплатные. Эльдар шутил, прикинь, ты сейчас в футболке вышел, и он тебя в первом раунде растянет, наболеет. Я говорю, ты как ушел. Но мы сдали, что будет шуета, будет разговоры, все-таки решились. С тягу Тавареса молодой талант разобрался в пределах двух минут. Более того, ярким техническим нокаутом. Сперва Нурмагомедов уронил бразильского бойца в нокдаун, также ударом с подскока, а затем брутально забил его разрушительными локтями до остановки рефери. Уже тогда по национальному телевидению Республики Дагестан Хабиба прозвали Орлом и выделили в новостях эфирное время. Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел в Сан-Паулу на турнире UFC FX7 одержал досрочную победу над бразильцем Тиаго Таваресом. Нурмагомедов отправил соперника в нокаут в первом же раунде. Эта победа стала для 24-летнего уроженца Дагестана третьей из трех возможных крупнейшей мировой организации ММА. Следующее появление непобедимого проспекта состоялось 25 мая 2013 года. Его соперником на 160-м номерном ивенте стал американский убийца Абель Трухильо. Посреди подготовки к этому бою Орел немного не рассчитал время для полной веса с гонки. Поэтому, когда происходила церемония взвешивания, он вышел и показал на весах отметку в 158,5 фунтов вместо 155. Но самое интересное ждало нас еще впереди, когда бойцы встали для стеркдауна. Они агрессивно столкнулись головами и дагестанец столкнул своего соперника. Данный инцидент, и так наделавший немалую шуму, вскоре был перекрыт еще более громким заголовком из-за этого поединка. Нурмагомедов поставил мировой рекорд по количеству проведенных тейкдаунов. Он свалил Абеля Трухильо в партер 21 раз. Мало того, подобным выступлением Хабиб показал американскому бойцу разницу в их навыках. Вдобавок к этому, он в очередной раз явственно доказал, почему является непобедимым спортсменом уже в столь молодом возрасте. Ну а в послематчевом интервью Нурмагомедов раскрыл некоторые детали конфликта и рассказал, почему он так грубо поступил на церемонии взвешивания. Во-первых, это профессиональный вид спорта и у всех бывают недостатки, у всех бывают ошибки. Я чуть-чуть не просчитал и запустил мой вес. Он иногда заходит по 90. Я начал гонять с 86 и килограмм не рассчитал. Я уже все закончился и согласился, что он мне 20% снимает. Во-первых, я вырос там, где на первом месте это уважение. И я всегда уважительно относился ко всем спортсменам, моим соперникам или не мой соперник. Я перед взвешиванием за кулисами подошел к нему и извинился за то, что я не сделал вес, во-первых, и протянул руку. Он мне не ответил на это. Там, где я вырос, это большое неуважение. Они отвечают, когда ты протягиваешь руку. И вышел, я уже был злой. Он еще вдобавок уперся ко мне в голову, я его толкнул. В своем пятом бою под эгидой сильнейшей лиги, идущий на безупречном рекорде в 20 побед Хабиб Нурмагомедов разделил октагон с другим американским спортсменом Пэтом Хилли. Их схватка состоялась 21 сентября на UFC 165. Всем салам, всем привет. В группе Чо Борец, да, красавчик. Я сам тоже борец и решил вот вам такое видеообращение сделать. Тренируйтесь, пацаны. Ничего легко не бывает, вот сами видите уже. Почти 8-9 кг согнал, еще шестерка осталась. Нормально. Приходится потеть, приходится трудиться, мучаться. Просто так результат не бывает. Да, я знаю то, что он хороший боец, то, что он поет в 10 лучших боец мира. Ну, у меня на счету это другие планы. Так же, как и он, я тоже очень много планы сломал. и будет хорошего боевые, для него одного существа. Магомедо. 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 В карьере Хабиба и пятый по счету в рядах UFC. Ну, оппонент у меня был из 10 лучших боецов мира. И сам, я думаю, мне просто надо пересмотреть бой. Мне кажется, я был чуть-чуть сумбурный в стойке, потому что в начале чуть-чуть растерялся, пока не вошел. Ну, в целом, я думаю, нормально. Ну, все-таки мне надо будет с отцом сесть и посмотреть наш, ну, мой бой и проанализировать. Послушай, этот парень просто удивительный. Он вышел драться против бойца, который больше и сильнее его. Если ты посмотришь, насколько Хилл большой для этой весовой, он огромен. И этот парень мог принимать его удары сегодня. Он мог бороться и бить в ответ. У него также нокаутирующая мощь. Даже превосходящего в габаритах и силе бойца он выигрывал. Еще этот слэм, когда он просто хватает его и бьет в стиле Мэтта Хьюза. Это напомнило мне старого Мэтта Хьюза, когда он гонял парней по октагону и избивал их. Пацан талантлив, силен, и он мне нравится. Я уверен, в будущем мы сделаем что-то громкое с его участием. В декабре Нурмагомедов бросил вызов Гилберту Милендесу в социальных сетях и затем ожидал, что они встретятся лицом к лицу на UFC 170 от 22 февраля 2014 года. Однако поединок пришлось отменить по нераскрытым причинам. И американца заменил Нейт Диас. По крайней мере, так планировали матчмейкеры. Но, к сожалению, и эту встречу Свет так и не увидел, ибо стоктанец решил ответить отказом. Нурмагомедов выразил свое разочарование, появившись на час ММА. Хабиб. Если они говорят, что готовы драться с лучшими, то они и должны драться с лучшими. Если они захотят, я возьму их обоих сразу, в клетку. По итогу, только к весне стало понятно, что будет ждать дагестанского орла дальше. На апрель 2014 года анонсировали поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Рафаэлем Досанесом. Всем привет. Я Хабиб Нурмагомедов. Я боец UFC из России, Дагестан. Мой следующий бой состоится 19 апреля в Орландо, на UFC on Fox 11. Мой соперник – Рафаэль Досанес. Погнали драться. Когда два будущих чемпиона столкнулись в клетке, сразу стало понятно, что все карты на стороне более молодого дагестанского зверя. Хабиб Нурмагомедов провел очередной доминирующий поединок и еще плотнее закрепился в легкой весовой категории. Соперник был на пятом месте в рейтинге UFC. И я думаю, что я провел очень хороший бой. Я доволен своим боем. И вообще вся десятка легкого веса. Им тяжело будет со мной, если они не научатся бороться. Черная полоса После шестой победы к ряду в сильнейшей лиге и 22-ой по счету в общем рекорде, не знающий поражений Хабиб Нурмагомедов получил в сопернике пикового Дональда Сироны. На тот момент ковбой шел на серии из четырех викторий. И за каждое без исключения выступление он получал различные бонусы. Изначально планировалось, что схватка между бойцами состоится 27 сентября 2014 года. Победа над Дональдом Сироны помогла бы дагестанцу выйти на новый уровень в плане медийности и узнаваемости в Соединенных Штатах. Однако все испортил главный враг всех спортсменов и бойцов в особенности. Крестообразные связки Абдулманаб У нас есть баскетбольный зал 38 на 18. Хабиб разбежался, резко развернулся на 360 градусов. Нога ушла, хлопок, будто трос порвался. Нога опухла на глазах. Вызвали скорую, отправили его в Москву. Разрыв крестообразный. Выбыл на 8 месяцев. Что Хабиб потерял после травмы? Хорошую игру в футбол. Он бил с лета по мячу любой ногой. Шикарно жонглировал мячом. В борьбе потерял ключевой проход в боковую. Спустя некоторое время началась реабилитация и постепенный возврат к тренировкам. Дагестанский орел собирался вернуться как можно скорее и не стеснялся в высказываниях в адрес текущего чемпиона в лице Энтони Петтиса. На пресс-конференции после боя один человек задал ему вопрос. Что вы думаете насчет Хабиба? И он, знаешь... Мне кажется, он не хочет этого боя. Он боится, я думаю. Почему ты думаешь, что он боится? Потому что до этого он не говорил обо мне вообще ничего. Но у меня 6 побед к ряду. Я претендент номер один. 22 к 0. И знаешь... Мне кажется, он боится. Шоу Тайм боится меня. Как выяснилось немного позже, Хабиб Нурмагомедов попытался встретиться с ковбоем еще раз. Повторная организация поединка Орла с Дональдом Сироне была запланирована на май 2015 года к 187 номерному ивенту. Все было практически готово. Однако дагестанец выбыл из боя 30 апреля из-за повторной травмы колена. И на его замену вышел Джон Макдесси. В общем, это был обычный спарринг. Он хорошо работал. И на самом деле там даже не было особого контакта. Он просто сделал шаг назад. И когда это произошло, его колено просто вышло из строя. Это было то же самое колено, что и в прошлый раз. И когда он вернулся после первой травмы, я бы сказал, он был готов где-то на 90%. Так что в работе мы пытались обойти операции и прочее, стараясь действовать более проще, чем обычно. Но оно просто не выдержало. По прошествии еще более полугода Медиаполе ожидало, что Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном 11 декабря 2015 года. Однако и этому бою было не суждено сбыться. Орел травмировал ребро и не смог выйти в октагон. Вот что сказал Абдулманаб Нурмагомедов. Кто сломал Хабибу ребро? Ислам Махачев. Готовились в зале. Я был рядом. Хабиб уходил в партере. Ислам атаковал. В тот момент еще никто не знал, что это будущие ведущие бойцы в мире. Работали в полную силу. Даже со злостью. Один не выпускает, другой держит. Вдруг звук хруста. Будто сухая ветка сломалась. Когда Нурмагомедов залечил травму, он снова получил в сопернике Тони Фергюсона. Очередная схватка между ними была назначена на 16 апреля 2016 года. Более того, планировалось, что бойцы возглавят турнир UFC on Fox 19. Этому парню просто нужно первое поражение. И не важно, что происходит в Твиттере, вокруг нас, или что он вообще говорит. Да. Еще. Больше. Я люблю это. Продолжайте. Этот пацан получит свое первое поражение. Это все, что я знаю. И это будет не судейское решение. Посмотрим. Его финишируют. Посмотрим. Ты вообще никакой. У тебя плоскостопие, никакого ритма, и ты односторонний. Твои же напарники травмируют тебя, и вдобавок ты не можешь даже вес сделать. Бла-бла-бла. Просто выйди в октагон, и все. Мне очень сложно говорить об этом. Я не дрался два года, и сейчас я очень взволнован. Я понимаю, что фанатам сейчас интересно, каким я вернусь. И мне тоже. Я сам попросил UFC дать мне самого сильного соперника. И они сказали, у нас есть Тони Фергюсон с семью победами к ряду. И я сказал, погнали, давайте сделаем это. Но за десять дней до боя теперь американец мексиканского происхождения сообщил о проблемах со здоровьем. В его легких была обнаружена жидкость и кровь. К счастью для самого Хабиба, на замену Фергюсону вышел дебютант Даррел Хорчер. Он вызывал меня, не понимаю зачем, и в итоге сам вылетел. Ему нужно заткнуться сейчас. Он много болтал. Я предлагал ему встретиться в мае, июне, и тренировался к этому бою четыре месяца. Я не могу ждать еще два и более месяцев. У меня было много огорчений, так что я должен вернуться с кем угодно. Тони не может говорить обо мне, потому что когда я травмировался, я молчал, понимаешь? Когда я получил травму, UFC дали ему Эдсона Барбозу. Я не просил его, ой, дождись меня, потому что это глупо. Очень глупо. Когда ты вылетаешь с боя, тебе следует прикрыть свой рот. Если говорить кратко и лаконично, дебют Даррела Хорчера в сильнейшей лиге мира, мягко говоря, не задался. Изголодавшийся до побед и злой Хабиб Нурмагомедов буквально проехался по новичку как грузовик и остановил его техническим нокаутом уже во втором раунде. Я чувствую себя, как будто два прошлых года отсидел в тюрьме. Но самое главное, что сейчас я свободен. И в данный момент я готов к титульной возможности. И я очень рад своему возвращению. Каждый раз меня переполняют эмоции во время выхода в клетку. И теперь я очень счастлив. Уже в сентябре дагестанский зверь подписал два контракта на титульный бой против действующего чемпиона UFC в легком весе Эдди Альвареса. Данная встреча должна была состояться на 205-м номерном событии. Однако 26 октября Промоушен объявил, что американец будет защищать свой пояс в поединке с Коннором Макгрегором. Орел выразил свое недовольство в социальных сетях, назвав Альвареса дерьмовым чемпионом за то, что он отказался от боя и вместо этого выбрал в соперники скандально известного ирландца. А саму организацию UFC обвинил в том, что они устраивают фрик-шоу. В конечном итоге 12 ноября он разделил октагон с Майклом Джонсоном на вышеупомянутом номерном турнире. Я надеюсь, что ты правда рад видеть меня. Я правда рад. Ты ведь сам продвигал этот бой между Эдди Альваресом и Коннором Макгрегором. UFC отправили мне два контракта, и ты ни слова не сказал об этом. Почему? Знаешь почему? Почему? Ответ в том, что ты сам понимаешь, что тебя использовали в этой игре лишь как пешку, и ты знаешь, что это правда. И я сказал это тебе и всей твоей команде. Хорошо. Как тогда ты узнал об этом? UFC никогда не делали ничего подобного. Как ты об этом узнал? Ты работаешь с UFC? Они же заблокировали тебя. Видишь этого парня сзади нас? Это человек по имени Фрэнки Эдгер. И он тоже может много чего рассказать тебе об истории этой компании. Слушай, но ведь ты же не работаешь больше с UFC и Фокс, ведь так? Да, больше не работаю. Как же ты узнал об этом? Я просто уже долгое время работаю в этой индустрии и знаком со многими людьми, которые имеют сильные рычаги влияния и разного рода переговоры на уловки. Посмотри на Фрэнки Эдгера, он ждал бой с Конором Макгрегором около двух лет и так и не дождался. Поэтому я понимал, что происходит. Да, только UFC не отправляли ему контракт. Чем ближе приближалось время к намеченному турниру, тем больше накалялась атмосфера вокруг поединка. Ярость Нурмагомедова была видна отчетливо, и его можно было понять. Ему прислали два контракта на титульную возможность, а через время эту возможность у него отняли и дали чемпионский бой медийному шоумену в лице Макгрегора. Непосредственно перед официальной церемонией взвешивания уже уставший от несправедливости и постоянных травм дагестанец пересекся с ирландцем за кулисами. Он обменялся парой слов со скандально известным и, глядя в глаза, сказал ему, что размажет его лицо в будущем. Эй, эй, слышишь? Я размажу твое лицо в будущем. Вот увидишь. Увидишь? Вот увидишь. Посмотрим. UFC сказали, что после этого боя я буду драться за пояс. Ты веришь в это? Мое мнение. Я думаю, что заслужил это. Но что касается происходящего, тут все зависит от главного события. Потому что если выиграет Конор, конечно, он не примет этот бой. Но если победит Альварес, я надеюсь, что он согласится на этот бой. И в конечном итоге этот турнир состоялся. Нурмагомедов, поставив его не победил на линию против Майкла Джонсона. Вот мы идем! Эй, будь осторожен. Я разнесу твоего паренька. Да надо. Закончи сперва этот поединок. Да конечно. Все в порядке. Победа или поражение. Я знаю, кто я такой. Тебе стоит сдаться. Ты знаешь, что я заслужил бой за титул. Будет лучше, если ты сделаешь это. Я должен драться за титул. Должен. На 205-м номерном ивенте Нурмагомедов продемонстрировал одно из лучших выступлений в своей карьере. Он избил Майкла Джонсона, продемонстрировал свою визитную карточку в виде разговоров во время боя и даже обменялся парой фраз с Даной Уайтом. А схватка закончилась уже в середине третьего раунда. Посредством Submission. Этот пай на совершенно другом уровне, в отличии от остальных. Послушайте. Ирландцев всего 6 миллионов. Россиян 150 миллионов. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что это самый легкий бой в легком весе. Да, я поболтал с ним немного. Это плохо? Да нет, что ты сказал? Я просто сказал ему, эй, я должен драться за поезд, ты знаешь это. Я сказал ему, что не хочу разбивать его лицо, ведь я уже побил его. Типа, тебе нужно сдаться. Сдавайся. Но он продолжал драться. Он отвечал тебе как-то грубо? Нет, он ничего не говорил в ответ, просто продолжал давать отпор, несколько раз ударил меня. Я хочу выразить ему уважение, потому что он сам вызвал меня и принял этот бой. Я попал по нему множеством тяжелых панчей. Многие после подобного уже воздались, но он продолжал драться. Я говорил с Даной в перерывах между каждым раундом. Я сказал ему, эй, больше никогда не отправляй мне фейковый контракт. Мне нужен настоящий. Он отвечал, тебе сперва нужно этот бой закончить. И я сказал, ты сам знаешь, что я заслужил это. Ты должен отправить мне настоящий контракт после этого боя. И он такой, хорошо, закончи этот бой для начала. И я сделал это, а потом подошел к нему и спросил, ну и что теперь? А что у вас произошло за кулисами с Коннором МакГрегором? Мы слышали, была какая-то потасовка? Я увидел видео, как он переглядывался утром с Тайроном Вудли. И уже позже, когда я вышел туда, он также посмотрел на меня. И я просто спросил его, что? Может быть, он подумал, что я такой же, как Тайрон Вудли или Эдди Альварес, но я другой. Я уличный парень. Там, где я родом, все происходит по-другому. Там не идет речь о том, направлена камера на вас или нет. Это другое, я всю свою жизнь дерусь, в том числе и на улице. Только когда я перешел в профессиональную лигу, я перестал этим заниматься. Потому что я могу навредить кому-нибудь, но у меня огромный опыт. А он посмотрел на меня. Типа, для меня это можно сказать. Да ничего не случилось, все в порядке. Но я думаю, очень скоро. Очень скоро. После победы над Майклом Джонсоном, которая стала восьмой к ряду в сильнейшей лиге и двадцать четвертой в общем профессиональном рекорде, дагестанский орел должен был встретиться с Тони Фергюсоном с третьей попытки. Данная схватка планировалась на 4 марта 2017 года. QFC 209. На кону стоял временный чемпионский пояс в легком весе. Конечно, я взволнован предстоящим боем с хорошим соперником. Весь мир будет смотреть его. Потому что это на самом деле поединок высочайшего уровня в легком дивизионе. Один из величайших матчапов в истории, если не самый величайший. И поэтому я в максимальном предвкушении. Но в то же время я просто наслаждаюсь этим. Потому что сейчас я нахожусь здесь. За два дня до взвешивания, за три дня до боя. Мой вес в порядке, моя форма в порядке. Это то, чего я хотел всю свою жизнь. И несколько дней назад моя мечта исполнилась. Конечно, я наслаждаюсь этим. На сто процентов я уверен, что это полноценный титульный бой. Я не беспокоюсь о нем. Вы сами знаете, что дядя Дана просто вручил подарок Коннору. И поэтому он махом перепрыгнул всех претендентов и взял этот пояс. То, что он там несколько раз поймал Альвареса и уронил, для меня это фейковый бой в любом случае. Я вообще не думаю. Эй, у меня, то есть у нас есть настоящий бой. Сейчас. Типа народный мейн-ивент. Это самый большой бой 2017 года. Все было практически готово. Время неумолимо шло к намеченному турниру, а бойцы приступили к сгонке веса. На этих кадрах отчетливо видно сухого и натянутого, как струна Хабиба Нурмагомедова, которому не терпится выйти в октагон, чтобы завоевать желанное чемпионство. И, наконец-то, подраться с Тони Фергюсоном. Однако, буквально за сутки до самого поединка стало известно о госпитализации дагестанца из-за обезвоживания. Но и это еще был не предел. Вдобавок к проблемам с организмом, через некоторое время у Хабиба выявили еще одну тяжелую травму – трещину в позвоночнике. Вот что сказал его отец, Абдулманаб. Узнали об этом за неделю до боя с Фергюсоном. Еще до обезвоживания он чувствовал дискомфорт. Вдруг сообщает, что не может правой рукой ровно достать до ноги. Левой – все нормально, а как тянется правой – острая боль. Это были только первые признаки. Дальше – хуже. Как оказалось, трещина в позвонке. Когда он тянулся правой рукой, она раскрывалась. Очередная волна тяжелых травм и стечения непредвиденных обстоятельств на какой-то период времени даже подтолкнули Нарумагомедова к мыслям о завершении карьеры. Но отец отговорил его. Возвращение и восхождение На некоторое время, по крайней мере до середины 2017 года, о дагестанском звере не было слышно практически ничего. Никаких новостей, никаких слухов. Но, к счастью, орел смог преодолеть все преграды, которые сдерживали его на пути к желанному золоту. И UFC объявили, что 30 декабря на 219-м ивенте Нурмагомедов встретится с уроженцем Бразилии Эдсоном Барбозой. Бой, конечно, не был титульным. Ведь в октябре Эль Кукуй разделил октагон с Кевином Ли и завоевал временное чемпионство сильнейшей лиги. А полноправным обладателем неоспоримого пояса по-прежнему оставался Конор Макгрегор. Но при тех перспективах, которые отталкивались от победной серии непобедимого Хабиба, было и так понятно, что схватка за титул уже не за горами. Сейчас передо мной настоящий претендентский бой. Оба с ними представлены ТОТ-5. И после того, как я побью его, я буду драться за титул. Иншалла. Я хочу закончить этот год и начать следующий как претендент Манжер-1. Я говорил с Юей Сейданом перед вечером. Они сказали, что мне необходимо сделать вес и победить этого парня, если я хочу биться за пояс. И я согласен с ними. И наконец турнир состоялся. Мало того, что Хабиб Нурмагомедов не оставил и следа от прежнего Эдсона Барбозы, так он не просто уничтожил его, он переехал беспомощного бразильца как беспощадный танк. И что более удивительно, несмотря на явное пренебрежительное отношение компании к его персоне, постоянную череду неудач и обстоятельств, из-за которых он каждый раз оказывался неудел, он всё равно уделял во время боя внимание Дане Уайту и разговаривал с ним. Я здесь уже три месяца без семьи, а моя жена всё это время была беременна. И я не плакал по этому поводу. Ой, у меня жена беременна. Я пришёл сюда как мужчина, потому что стараюсь оставаться в этой игре. Но без всяких травм я разнесу всех легковесов. Я потом подошёл к нему и спросил 50 тысяч сверху. И он ответил «Окей». В первую очередь, я хочу сказать спасибо Богу. Он номер один в моей жизни, остальное не важно. Аль-Хамду-Лилля. Аль-Хамду-Лилля. Во-вторых, на сегодняшний день у меня родился сын. Поздравляю от всего сердца. Большое спасибо. Я надеюсь, вы, ребята, понимаете мой английский. Спасибо огромное вам всем. Двадцать пять к нулю. Без травм я могу драться абсолютно с кем угодно. Даже сейчас, если UFC дадут мне один час на отдых. После этого я могу подраться как с Коннором, так и с Тони. Без проблем. Перед боем я говорил с Хавьером Мендесом, и он сказал «Эй, тебе нужно сосредоточиться, а то ты слишком расслаблен, ты улыбаешься и всё в таком духе, тебе бы следовало сфокусироваться». На что я ответил ему «Я в полном порядке, тренер, не беспокойся. Я просто хочу насладиться этим временем, потому что в последний раз я выступал в ноябре больше года назад. Я хочу немного насладиться этим временем». Наряду с победой дагестанского орла над бразильцем ситуация в лёгкой весовой категории вроде бы встала на свои места. И дальнейший расклад был весьма понятен. После временного перехода Коннора Макгрегора в бокс и отсутствия каких-либо новостей по дальнейшей судьбе дивизиона, как мы и говорили немного ранее, Тони Фергюсон завоевал временное чемпионство. Матчмейкеры UFC не стали ждать возвращения ирландцы и с четвёртой попытки организовали схватку между Хабибом Нурмагомедовым и мексиканским Эль Кукуем. 7 апреля 2018 года в главном событии UFC 223 они должны были определить нового неоспоримого чемпиона в лёгком весе. «Знаешь, я думаю, нас ждёт что-то эпичное. Я надеюсь на это. Вообще, когда я вылетел с боя, все говорили об этом. Но почему мне пришлось драться с Дарлом Хорчером? Потому что в прошлый раз он вылетел». Он тоже выбыл, это было с обеих сторон. Но сейчас мы будем драться за настоящий пояс. «Стрик» из десяти побед против двадцати пяти. Что ж, погнали? По мере приближения турнира каждый старался верить, что на этот раз схватка двух лучших легковесов своего времени наконец-таки состоится. Однако, как показала история, действительно проклятый бой снова не дошёл до стадии выхода в октагон. Первого апреля стало известно, что Фергюсон, пока давал интервью, задел ногой протянутый капель и порвал крестообразные связки. Но и это ещё не был венец безумия. Всё это время та паутина, которая вилась вокруг дагестанца и скандально известного ирландца с момента их стычки за кулисами UFC 205, обрастала новыми фрагментами, о которых мы расскажем вам более детально. Самый громкий конфликт в истории смешанных единоборств на самом деле начался с интервью бывшего друга Макгрегора – Артёма Лобова, датируемого ещё декабрём 2017 года. А вообще до Конора как-то долетают те слова, которые о нём говорит Хабиб, ну там что «hit-up like chicken» и всё в таком духе? Ну, я одно хочу сказать. Конор вышел против Мендеса на одной ноге. Он за 12 недель до боя повторно повредил крестовую связку. Она полностью улетела. И всё равно Конор принял этот бой, даже не моргнул глазом. И вышел, и победил. В то время, когда Хабиб снимался уже шесть раз. Он снимается, у него там чуть-чуть заболело, у него там в заднице или ещё где-то. Он снимается. Вес не может даже сделать. Ему наплевать на фанатов, что там все прилетели к нему из России, там одну визу получить, сколько это занимает. Сколько стоит билеты прилететь? Люди потратились, прилетели его смотреть. А он просто не вышел. Причём не один раз, не два раза, не три раза, не четыре раза. Так кто здесь чикен у нас? Кто боится? Конор выходит каждый раз, несмотря ни на что. Он настоящий боец. Он настоящий чемпион. Вы хоть раз видели, чтобы Конор снимался с боем? Травмы всякие у всех происходят. И сложности с звонковесом тоже у всех бывают. Но один чемпион и выйдет несмотря ни на что. А другой секунд будет сниматься каждый раз. После этого случились те события, о которых мы вам уже поведали. Приближался турнир UFC 223. Встретив Лобова в коридоре отеля, Нурмагомедов воспользовался представившейся возможностью и заставил русского молота ответить за слова, сказанные в его адрес. К слову, на тот момент уже было 4 апреля. После того, как из чемпионского боя вылетел Тони Фергюсон, прошло уже три дня. На его замену согласился выйти благословленный Макс Холлоуэй. Никаких временных титулов. Один из этих парней после поединка станет неоспоримым чемпионом. И точка. Чтобы называться лучшими, нужно и драться с лучшими. И лучшие всегда благословленные. Так что погнали, детка. Можешь рассказать хотя бы что случилось на том видео, где вы встретились с Артёмом Лобовым в отеле? Ты расскажешь нам, что там произошло на этом видео? Нам очень интересно. Ничего. Ничего не случилось. В первую очередь, я хочу поблагодарить Макса за то, что он принял этот поединок. Если вы помните, еще тогда в январе на пресс-конференции он сказал, что если кто-нибудь светит, он согласится выйти на замену. Он настоящий мужчина. Он сделал это. Сейчас и речи не идет о Коннери. Потому что он понимает, что нужно драться прямо сейчас. Ему это не нужно. Пойдут отговорки о весе и все остальное. Но что касается Макса, это будет длинная ночь для него. Я уважаю этого парня, но ночь для него окажется долгой. Потому что Макс попытается нокаутировать меня напротив самых близких людей в моем окружении. Моей семьи, команды, друзей. И когда клетка закроется, как только закроется, я сделаю так, чтобы это были самые трудные 25 минут в его жизни. Спасибо, иншаллах. Данная пресс-конференция вышла в сеть 5 апреля. Всего за три неполных дня до намеченного турнира. Однако уже через пару часов происходит следующее. Данная пресс-конференция Данная пресс-конференция Коннор совершает нападение на автобус, в котором находится дагестанец и вся его команда. Он заступается за своего друга, но все-таки перегибают палку. Многие люди, которые были никак не причастны к данному конфликту, получают травмы, вследствие которых им приходится сняться с предстоящих поединков. Честно говоря, у меня даже нет подходящих слов, чтобы описать в полной мере то, что произошло сегодня. Вроде как ребята из МакЛайф впустили Коннор, еще порядка 20 человек, через двери. И их, насколько я знаю, всех арестовали. Они впустили этих ребят, и те начали штурмовать здания. Они добрались до погрузочной площадки, где бойцы садились в автобусы, и начали их атаковать. Они бросали в окна мусорные баки, тележки и тому подобное. Пробили одну из них и травмировали Майкла Кесу. У него обнаружилось несколько порезов на голове и лице. Роуз Намаюнос тоже пострадала. И сейчас она в удрученном состоянии. Скорее всего, она сейчас находится в отеле. Также получил увечья один из местных работников, насколько я знаю. Да и вообще все потрясены тем, что 30 головорезов ворвались в здание. Те люди как раз гоняли вес и пребывали на финальной стадии подготовки к турниру. Это самая отвратительная вещь, которая когда-либо случалась в истории компании. Просто отправь мне сообщение. Скинь локацию, назови место. Я приду. Я приду. Конечно, они понимали, что здесь много охраны и журналистов. Это будет инфоповод. И они завалились группой в 30 человек. Приди сюда. Отправь сообщение, местоположение, что угодно, и я сам к тебе приду. Казалось бы, шкала безумия уже и так довольно зашкаливает. Намеченный винт находился на грани срыва. Вдобавок ко всему, у Макса Холлоуэя появились трудности со сгонкой веса. Врачи обследовали бойца и запретили ему продолжать процесс. UFC в последний момент снова начали искать замену в качестве соперника для Хабиба Нурмагомедова. В конечном итоге на суперкоротком уведомлении вышел Элл Еквинта. Как только мы узнали, что Холлоуэй не в состоянии сделать вес, он был попросту непригоден, как сказали медики, продолжать сгонку. Мы в спешке начали подыскивать подходящего кандидата и обратились к Пэттису. Изначально мы хотели привлечь его к этому карду. Эл Еквинта и Фелдер единственные, кто прям охотно требовали этого боя. Я люблю это. И если вы, знаете, посмотрите на рейтинг Элла и его последние пять поединков, в общем, это имело наибольший смысл. Единственная проблема с ним была в том, что на весах Элл показал 155 фунтов и две десятых. Но, к счастью, оказалось, что атлетическая комиссия не учла его нижнее белье. И сейчас бой в силе. Несмотря на все описанные выше обстоятельства, да и самую безумную неделю перед турниром за последнее время, Нурмагомедов таки получил долгожданную возможность, чтобы оспорить чемпионское золото. В поединке с Эллом Еквинты дагестанский зверь продемонстрировал высочайший уровень навыков и без каких-либо сомнений завоевал пояс UFC в легком весе. 8 апреля 2018 года «Орел» официально стал первым представителем России, которому удалось стать чемпионом сильнейшей бойцовской лиги. А вот реакция Абдулманапа Нурмагомедова на победу Хабиба. Абдулманапа Нурмагомедова на победу Хабиба. Во-первых, я хочу сказать «Альхамдулиля». Без Божьей помощи я бы не добился этого. Остальное не важно. Самое главное – это Бог. И я очень расстроен сейчас, потому что со мной здесь вся команда за исключением отца. Все это стало возможным только благодаря моему отцу. Спасибо большое, отец. Тренер Хавьер, подойди сюда, брат. Тренер, подойди, пожалуйста. Тренер Хавьер. Я пришел к нему в 2012 году. Он многому научил меня. Его дуэт с моим отцом – это лучшее, что случалось в моей жизни. И еще я хочу поблагодарить своего оппонента и всю его команду. Эквинта – настоящий бруклингский гангстер. Это не какой-то там цыпленок. Это Эквинта. Здесь. Гангстер. Он пришел сюда. А где ваш Коннор? Он хочет драться с автобусом. Я же хочу биться с реальными гангстерами. Признаться честно, Кевин, я… немного… сложно объяснить. Мне все еще не до конца в это верится. Долгое время мы лишь говорили об этом. И… сейчас это произошло. Мне нужно немного времени. Да, это был очень долгий путь. Я тренировался всю свою жизнь, чтобы добраться сюда. Работал с отцом, не покладая рук. Более шести лет назад я подписал контракт с UFC. Я… знаете… Я… очень счастлив. Просто счастлив. Ты никогда не знаешь, что случится с тобой завтра. Ты должен всегда оставаться уверен своей команде, своим тренерам и всем тем людям, которые близки тебе. После победы в титульном поединке Хабиб Нурмагомедов планировал провести защиту в середине осени. Ситуация с нападением на автобус с участием Конора Макгрегора и окружающих его людей не ушла на задний план. После недолгого судебного разбирательства, штрафа и присужденных часов исправительных работ, главный промоушен взял ситуацию под свой контроль. На фоне богатой предыстории и дикого хайпа вокруг этих двух, громкая новость о разборке планируемой встречи была ожидаемой. Единственное, что имело значение, было вопросов времени. И уже 3 августа UFC объявили радостную новость. Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор разделят октагон 6 октября на 229 номерном ивенте. А на кону будет стоять чемпионский пояс в легком весе. «Знаешь, до сих пор не верится, что мы будем драться, потому что я давно хотел сделать этого парня немного скромнее и преподать ему урок. И, конечно, типа не просто разнести его, а изменить до неузнаваемости его лицо. Я хочу сделать это именно с ним. И, естественно, я намереваюсь вместе с лицом поменять его разум. И я нацелен на это». По мере приближения самого громкого турнира UFC за все время, атмосфера стала накаляться с каждым днем. Ирландец рассчитывал залезть под кожу Хабибу Нурмагомедову и сломать его ментально, как делал это со многими бойцами в прошлом. Однако на этот раз он слишком перегнул палку. «Я вернулся сюда из-за любви к этому всему, чтобы прийти и вынести этого паренька, эту мелкую крысу, юного хорька, паренька, который ходит только с толпой. Он просто-напросто трус только и всего. Вы все видели, как он обгадил свои штаны тогда в автобусе? И больше ничего он не сделал. Абсолютно ничего. Ни-че-го. «Это же моя фанатка. Это самый преданный мой фанат. Он покупал футболки с моим изображением. Поддерживал меня в своих соцсетях. Ты помнишь эта мелкая фанатичная сучка? Он покупал эти футболки и говорил, что ничего личного кроме уважения у него нет. А теперь я его соперник, и ему некуда бежать. И я собираюсь забить гвоздь в его гроб. Все началось с того, что он был моим фанатом и пытался заработать денег, как это пытаются сделать остальные люди. Деньги и достижения. Но теперь денег у него не осталось. Остались только числа. Но поверьте мне, его же люди в его же стране, которые стоят у него за спиной, они тоже хотят, чтобы он проиграл. И я сделаю это во имя всех российских людей. Эй, я пришёл сюда, чтобы размазать этого парня. Размашь меня! Давай же! Чего ты медлишь? Сделай это! Ты говорил мне назначить место. И вот я здесь, перед тобой. Может, тебе напомнить? Ты что, не видел, что я тоже был у автобуса? В тот день я смотрел на тебя в окна этого грёбаного автобуса. Я показал тебе свои руки, что я без оружия. Первое, что я сделал, я показал ему, что был безоружным. Выйди из автобуса. Ты затеял эту игру. И вот я пришёл. И он ни черта не сделал. Он сидел в автобусе и гадил под себя. Он спрятался за женщин, которые там находились. И все знают о том, что было. Так что как-то так. Да ты три или четыре раза стучал как курица. Прямо как курица. Три или четыре раза. И что теперь? Я буду стучать твоей башкой об канвас. Ты стучал как курица. А теперь будет стучать твоя голова. У него хрустальная челюсть. Мои друзья из Чечни рассказали мне, что у дагестанцев хрустальные подбородки. И я им верю. Потому что я видел не раз, как его челюсть сотрясалась от обычных ударов. Я видел множество раз, как его потрясали. Видел, как его брат выступает в одном из промоушенов. И я знаю, что он боится хорошего удара. А если ты боишься того, что я тебя ударю, ты ощутишь этот удар как выстрел из дробовика. И я верю в свою силу. Но... Однажды я уже допустил ошибку. И теперь я буду готов к пяти раундам. Вы смотрите на бойца-ветерана. Я прошел через все. Я видел разные передряги. Я был на обеих сторонах мира. Как в боксе, так и здесь. И теперь я снова буду сиять в этом месте. Я снесу этому пареньку его стеклянный подбородок. Причем так же, как сделал это со стеклом, которое расцарапало Майкла Киесу. Это мой третий бой за последние девять месяцев. Я не проиграл ни одного раунда. Я вообще не понимаю, о чем он говорит. Что он будет делать 6 октября? Он думает, что Миски поможет ему выиграть? Я не понимаю. На что он рассчитывает? В этот раз Конор превзошел самого себя. Он не чурался переходить на личности. Оскорблял семью дагестанского чемпиона, его команду, веру и отца. Нурмагомедов же, напротив, хладнокровно ждал турнира. Он хотел заставить этого ирландца ответить за каждое сказанное слово. Эй, во-первых, я хочу сказать аль-хамду-ли-ля. Только Бог дал мне все. Аль-хамду-ли-ля. Я знаю, ребят, что вам это не нравится. Аль-хамду-ли-ля. Завтра ночью я разнесу вашего паренька. Я разнесу его. И я хочу сказать спасибо. Спасибо всем ирландским фанатам. И остальным фанатам во всем мире. Потому что без вас этого бы не случилось. Спасибо вам. И завтра ночью, иншалла, все еще чемпион. 6 октября 2018 года. День боя. Давай, чемп. Давай. Надери ему зад. Давай. Сделай это, чемп. Давай, парень. Надери ему зад. Ну все, надери ему зад. Пошел. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Орел стал первым бойцом в истории, которому удалось отправить в нокдаун скандального ирландца В то время как Конор забрал у Нурмагомедова один раунд Все закончилось в четвертом отрезке после того, как дагестанец взвинтил темп и вышел на ущемление челюсти Он одолел Макгрегора, заставил ответить его за каждое сказанное слово Субтитры создавал DimaTorzok Вся страна, весь Дагестан искренне праздновали победу своего соотечественника на столь знаковом событии Однако на этом все не закончилось Сразу же после победы Нурмагомедов обратил внимание на одного из членов команды ирландца Дилана Денниса Который продолжал нести дерьмо про него и его семью Начался настоящий хаос Команды бойцов устроили потасовку Зрители на трибуне кричали и сходили с ума Дай мне мой пояс, я чемпион, где мой пояс? Послушай, если сейчас я надену на тебя этот пояс, зрители с трибуны начнут кидать всякое дерьмо прямо в октагон Я готов к этому, дай мне мой пояс Я понимаю тебя, но речь идет о безопасности всех людей вокруг Я говорил вам, ребята, мы пришли сюда на войну Альхамдулеля Прости меня, тренер, это не лучшая моя страна Все в порядке, не переживай, все нормально По поводу всего произошедшего Когда... Когда началась эта суматоха, я стал волноваться насчет фанатов, других людей на арене, различных журналистов и вообще всех окружающих И мне интуитивно показало, что если я сейчас надену на него этот пояс, тогда произойдет коллапс Во-первых, я хочу извиниться перед атлетической комиссией Невады Попросить прощения перед Вегасом Я знаю, что это не лучшая страна меня Я понимаю это, но я тоже человек Мой отец всегда учил меня тому, что необходимо относиться ко всем с уважением Мои тренеры, моя команда, мои друзья, с которыми я тренируюсь и живу в Калифорнии последние 7 лет Они знают меня, кто я такой и не дадут соврать И я говорил вам, ребята, не только он, но и вся его команда, они все машину для сдачи Как только ты поставишь их в неудобное положение, они сразу начнут сдаваться Я об этом говорил не раз Говорил всем вам Когда я забрал его шею, взял на болевое и он сдался Я не мог понять, типа, из-за тебя тысячи людей пришли сюда из Ирландии И ты стучишь у них на глазах И потом еще что ты говоришь про наследие, про то, что ты воин и подобные вещи Как ты мог постучать? Лучше усни Не сдавайся Но он просто постучал, и когда это произошло, я понял, что мне мало этого И я увидел, как со мной говорит один из его угловых И я понял, что мне нужно забрать и его сердце тоже Разборка после UFC 229 в конечном итоге привела к серьезным последствиям Хабиба отстранили от выступлений на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов Также пострадали и несколько представителей его команды, которые принимали участие в массовой потасовке Конор же отделался полугодовалой паузой и взысканием в размере 50 тысяч долларов Более того, в стенах организации был еще один скандал Нурмагомедов грозился покинуть компанию, если его члена команды Зубайру Тухугова уволят из UFC К счастью, все разногласия удалось решить мирным путем После окончания срока отстранения непобежденный дагестанский орел на рекорде в 27 викторий к ряду Вышел на вторую защиту титула против временного чемпиона в лице Дастина Парье Данная встреча была запланирована на сентябрь 2019 года к 242-му номерному событию Вы помните, что было в прошлый раз на Тимобайл-арене? Что тогда происходило? Ничего не изменится, я сделаю то же самое и в Абу-Даби Защищу свой титул, без прыжков в этот раз Но, что касается Дастина Парье, Дастин крутой парень У него более 25 поединков в UFC, большой опыт И, признаться честно, я думаю, что Макс одолеет его в последней схватке Но я был немного удивлен У него хороший бокс, отменный футворк Но в последних шести боях он дрался только с ударниками И еще никогда не встречался с бойцами, чей стиль, как и у меня, полностью заточен под борьбу Я уверен, что ночь окажется для него довольно серьезной и долгой Потому что я буду прессинговать его, изнурять и в конечном итоге заставлю сдаться Такой у меня план На самом деле, поединок с Дастином Парье выдался для Орла непростым Бриллианту удавалось несколько раз поставить Нурмагомедова в затруднительное положение Однако, в конце концов, его подготовки не хватило, чтобы сломить напор дагестанца И все закончилось в третьем раунде удушающим приемом Альхамдулиля Альхамдулиля На самом деле, я до сих пор не до конца понимаю, за что у меня в жизни теперь есть столько всего Я не знаю, в первую очередь я хочу поблагодарить Бога Потом, я хочу сказать огромное спасибо своему отцу Большое спасибо тебе, отец И спасибо тренеру, Хавьеру Мендесу Также моим братьям, всем до единого Мы все росли вместе и развивались Все, что у меня есть, это заслуга всей моей команды Отца, Хавьера, парней, Зубы, Ислама, Абубакара, Умы Каждого из них Я благодарю их от всего сердца Потеряться и внезапный уход Чтобы продолжить дальнейшее повествование, необходимо уточнить несколько моментов Изначально, после отстранения, Хабиб Нурмагомедов пришел к соглашению с UFC и подписал новый контракт На несколько защит титула После победы над Дастином Паре чемпион в легком весе нацелился на следующего претендента из первой пятерки Как вы все помните, оппонентом дагестанца должен был стать его старый враг Тони Фергюсон На тот момент американец мексиканского происхождения смог оправиться после разрыва крестообразных связок за рекордные шесть месяцев Он выступил в соглавном событии вечера того же 223-го турнира, на котором Нурмагомедов противостоял Макгрегору После годовалого простоя Эль Кукуй вернулся в октагон и одолел Дональда Сироны на UFC 238 Сильнейшая лига осмелилась организовать данный поединок в пятый раз Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны были разделить клетку 18 апреля в мейн-ивенте 249-го номерного события Я возобновил спарринги В последний раз я спарринговал перед боем с Тибалу Подожди, постой Любишь бороться с пацанами из школы? Которые готовятся к соревнованию штатов? За неделю И постой, постой Еще ты любишь заставлять бездомных отжиматься в Нью-Йорке И прикалываться над ними Я задолжал тебе два удара в живот и 20 отжиманий Но я буду отжиматься вместе с тобой, и ты проиграешь Думаю, мы должны потраться, он хороший В жопу твое наследие Он... он заслужил это Он представляет собой настоящий вызов Я уважаю его навыки, и как боец он хорош Однако люди не любят его Потому что как человек он тупой Никто его не понимает Абсолютно никто Я очень образован, ублюдок Он правда очень глупый Поэтому он никому и не нравится Но как боец он очень хорош Данная пресс-конференция появилась в сети 7 марта До самого турнира оставалось всего чуть больше одного месяца Ставки были наряду с ожиданиями как никогда высоки Два топовых легковеса на серии из 12 побед собирались в обоюдной схватке Оспорить мировое чемпионство с пятой попытки Это беспрецедентный случай в истории спорта Но, как показала история, и эта попытка оказалась провальной Потому как внезапно в дела вмешалась пандемия Отправившийся незадолго до поединка к себе в страну Нурмагомедов Не смог покинуть Россию из-за ограничений на авиаперелеты Турнир состоялся только в слегка видоизмененном варианте Нурмагомедов не смог покинуть страну и защитить пояс против Тони Фергюсона Дата ивента тоже перенеслась на 9 мая А в главном событии Эль Кукуя разделил октагон С согласившимся выйти на коротком уведомлении Джастином Гейджи Их схватка определяла нового временного чемпиона в легком весе Как вы можете помнить, Хайлай тогда остановил Эль Кукуя Причем в брутальной и досрочной манере Тем самым разрушив все возможные планы на бой Хабиб Тони в перспективе И дальнейшая судьба дивизиона в целом стала понятна Организации пришлось прождать еще немного времени, чтобы ковидные ограничения немного ослабились Также учитывая, что дагестанец не сможет драться, пока будет идти Рамадан Однако отмена титульного боя не стала для Хабиба главным потрясением в 2020 году Той же весной стало известно, что его отец Абдулманаб Нурмагомедов Находится в тяжелом состоянии, вызванном коронавирусной инфекцией Сейчас у него положение до сих пор тяжелое Он до сих пор находится в реанимации Но сам коронавирус позади Но вирус оставил за собой последствия Насчет почек, насчет сердца И до сих пор он находится в тяжелом положении в больнице, в реанимации Но насчет вируса уже можно не переживать Уже только есть другие последствия Через две недели после данного фрагмента Абдулманаб Нурмагомедов покинул этот мир О его смерти стало известно 3 июля Причиной безвременного ухода стал инсульт Спровоцированный пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией Это ужасная новость Мы понимаем, как Хабиб любил своего отца И что ему приходится переживать прямо сейчас Мы не будем беспокоить его и дадим ему столько времени Сколько ему нужно, чтобы он смог оправиться Все бойцовское сообщество, включая даже тех людей Которые не питали особо теплых чувств к Нурмагомедову Выразили свои искренние соболезнования И слова поддержки его семье и близким людям Эта утрата стала поворотной в жизни дагестанского чемпиона По прошествии некоторого времени Сильнейшая лига объявила новость об организации Титульного поединка между Орлом и Джастином Гейджи Они должны были встретиться в главном событии UFC 254 От 24 октября 2020 года Я не понимаю, зачем меня часто спрашивают Насколько тяжело мне приходится тренироваться без отца Конечно, это тяжело Я не могу понять, почему вы спрашиваете меня об этом Это очень тяжело Очень Ты сам знаешь Хабиб никогда не выбирал легких путей Он не просто может считаться одним из величайших в своей весовой Я думаю, если он побьет Джастина Гейджи в эту субботу Он сможет стать лучшим бойцом Паунд-фо-паунд Так и произошло Неоспоримый чемпион остановил Хайлайта уже во втором раунде треугольником И продлил победную серию до 29 к нулю По окончании поединка Нурмагомедов не смог сдержать эмоции И объявил об уходе из профессионального спорта Аль-Хамду-ли-ля Во-первых, я хочу сказать Аль-Хамду-ли-ля Бог дал мне все Спасибо моим братьям, они всегда со мной Они были и с моим отцом более чем 10 лет Также тренер Хавьер Я люблю его очень сильно Вся моя команда Спасибо Сегодня я хочу сказать, что это был мой последний бой Это первый раз, когда я вышел драться без своего отца Когда UFC позвонили мне, я разговаривал три дня со своей мамой Она не хотела, чтобы я шел драться без отца Но я пообещал ей, что это будет последний раз И если я... Если я дал свое слово Я должен его сдержать Я держу свое слово Это последний бой Как показала история, дагестанец на самом деле сдержал свое обещание И больше не вернулся к выступлениям в октагоне 19 марта 2021 года Дану Уайт официально подтвердил эту информацию Тренерская и промоутерская деятельность Через некоторое время после отставки Хабиб Нурмагомедов обратил свой взор на другую сторону смешанных единоборств Он пошел по стопам своего отца и занялся тренерской деятельностью Под его крылом до сих пор продолжают развиваться топовые бойцы из общей команды В окружении которых Орел пребывал еще во времена активной карьеры На его счету имеется несколько чемпионов лучших бойцовских лиг Главный и подающий большие надежды претенденты И такие же, как он, непобедимые спортсмены Статистика Хабиба, как тренера, тоже впечатляет На его счету свыше 20 побед при двух поражениях решениями судей Единогласным и раздельным Помимо этого, дагестанец открыл свой промоушен Eagle FC В котором дерутся многие именитые и сильные бойцы по сей день В настоящее время вот так выглядит послужной список Нурмагомедова в роли тренера Можно с полной уверенностью сказать, что в новом амплуах Хабиб Нурмагомедов Выглядит более чем впечатляюще И что он определенно достойно заменил своего отца Эпилог Летом 2022 года дагестанский зверь с почетом вошел в зал славы сильнейшей лиги На самом деле о включении Хабиба в данный список стало известно еще в начале марта Когда промоушен представил соответствующий ролик на одном из турниров А уже в июле в Лас-Вегасе прошла сама церемония Нурмагомедову вручили специальный пиджак с нашивкой UFC Hall of Fame и фирменную статуэтку Во-первых, я хочу сказать Альхамдулеля Спасибо Богу Десять лет назад мое мнение о каких-то вещах было совершенно другим Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить все на свете Но за последние два года все, что произошло, изменило меня Мое мышление изменилось Моего отца нет со мной И сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем Это очень эмоциональный момент для меня Что тут можно сказать? Возможно, наше мнение совпадет с тем, о чем думают многие из вас А возможно и нет Но как бы там ни было, этот человек может послужить без исключения каждому невероятным примером Хабиб Нурмагомедов, как никто другой, олицетворяет собой известную фразу Тяжелый труд всегда окупается И это правда Он с самого детства усердно работал Тренировался на износ и отдавал профессиональному спорту всего себя С правильными и верными людьми в окружении В числе которых безо всяких сомнений особняком стоит его отец Абдулманаб Нурмагомедов Орел добился тех высот, которым стремился всю свою жизнь Он, как и его отец, внес непосильный вклад в развитие смешанных единоборств И даже сейчас он продолжает заниматься этим делом уже без отца Только поодаль от октагона Он пошел по стопам Нурмагомедова-старшего И с достоинством принял каждое испытание на своем пути Этот человек с большой буквой заслуживает огромное уважение от каждого из вас За все, что он отдал этой дисциплине и продолжает отдавать Пишите свое мнение в комментариях под этим видео Что вы думаете насчет Хабиба Нурмагомедова и его безупречной профессиональной карьеры? Нам очень важно ваше мнение И как вы считаете, смог бы уроженец Дагестана продолжать выступать на прежнем уровне Если бы не трагические события, которые случились практически три года назад И да, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые видео И конечно же ставьте лайк, если данный ролик вам понравился До скорого Эй, тренер, никогда не шути с моим отцом Тренер, никогда не шути с моим отцом Мы постоянно говорим о отце, тренер, отец, тренер Конечно же, отец это человек, который меня вел всю мою дорогу, так скажем, нелегкую Постоянно был рядом, помогал во всем И отец, и тренер в одном лице Ну сейчас и на русском говорю, может маме там что-нибудь сказать Можно сказать маме, что я люблю маму больше, чем отца А пускай это отца не говорит Главное, чтобы отец не увидел это Но мы обязаны любить маму больше, чем отца Так что я думаю, он поймет У нас была насчет этого дискуссия Я ему когда спросил, я говорю, а ты сам говорю, кого любишь? Он говорит, конечно, маму Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому